Каждую минуту, от рождения до смерти, Бог пребывает с человеком. Он никогда не забывает о нас, а мы. Сколько раз люди отрекались от своего Создателя. Мы сегодня с вами живем в очень сложное и, пожалуй, очень интересное время. Третье тысячелетие. Наша история развивается у нас на глазах, на грани двух эпох. Ведь, по сути дела, если мы с вами задумаемся, то мы все с вами в большей мере воспитанники все-таки атеистического государства. Мы жили вне церкви, были воспитаны так. И те изменения, которые произошли в нашем обществе, они для многих из нас были очень и очень сложными, а порой и непонятными. Ведь, даже если сегодня честно сказать, то ведь основная, видимо, масса нашего населения, нашего общества так и осталась невоцерковленная, в принципе, неверующая. Для кого-то религия стала какой-то новой модой. Кто-то воспринял ее как новую идеологию, о которой мы почему-то незаслуженно забыли в свое время. Кто-то просто воспринял на уровне традиций и праздников, да, появились новые красивые традиции. Опять вспомнили какие-то страницы старой культуры, прекрасное празднование Рождества, великолепное празднование Пасхи. Но дальше этих вот рамок нашего бытового такого восприятия церковь не вошла в нашу жизнь. И даже те, кто пришел в храм, они, в принципе, можно сказать, не встретились с Богом, потому что они его и не искали. Мы постоянно спешим куда-то. У нас масса важных и неотложных дел. Дни и ночи, мелькая друг за другом, подобно машинам, несущимся по скоростному шоссе. Но ради чего? И куда мы спешим? Как часто, влекомые потоком суеты и многозаботливости, мы проходим мимо храма, мимо чего-то очень важного, мимо вечного. Но ведь есть же те, кто смог остановиться и задуматься. И найти Бога. Искание Бога, оно начинается, наверное, с того, что человек сознает, видит, убеждается в том, что ничто земное, оно не дает ему той полноты, которую он готов вместить сердцем своим, своей душой. И более того, он понимает, что в нем действует какой-то страшный разлом, страшная отдаленность его от чего-то очень важного, от самих основ жизни. От самой жизни, как он потом убеждается. Потому что Господь есть жизнь для человека, для всякого. И вот, когда человек осознает свою тленность на земле, свою конечность вот здесь на земле, свою временность, тогда-то он и ужасается вот этому. Потому что там-то, в глубине, в сердце, вот это его, как бы, этот бездомный резервуар духовный, он, оказывается, не заполнен. И человеку страшно от того, что он пуст. Пуст. Он лишен этого чего-то главного. И вот он видит, что все, что его здесь утешало, утоляло его временный голод, временные его интересы, оно уходит. Оно как шелуха опадает, вот как листва осыпается. Все. Ничего не остается. А там остается вот страшная, страшная нужда, жажда, которую здесь он не удовлетворил. Вера – это связь двоих, Бога и человека. Недаром сказано «стучите, и вам откроют». Если человек ищет, то Бог отвечает ему. Если человек взыскует, то получает ответ. Но разве это не чудно, что Господь предстает перед нами не всемогущим властелином Вселенной, а добрым пастырем, который кротко стучит в дверь сердца человеческого? Все стою и стучу. Человек, ты откроешь мне или нет? Воистину, вера – это необъяснимая человеческим языком духовная сила. Это внутренний духовный опыт, который рождается в сокровенных глубинах сердца и которым так трудно поделиться с кем-то. Дивны дела Твои, Господи! И как сказать мне другим людям, что Ты есть и что Ты рядом? По Ниве Дней земных ступает тихий жнец. Лишь острый серп его до времени таится. Всей жизни краткой полагает он конец. Немалый колос от него не уклонится. Пускай волнуется еще неспелый дух, страстями мира, понуждаемый к движению. Уже невольно обострен сердечный слух, шагов улавливая тайных приближенья. Сегодня, когда мы анализируем вот эту нашу уже как бы десятилетнюю историю, тот десятилетний период нашего развития уже вне атеизма, мы приходим к печальным выводам, что, в принципе, для нас христианство, православие, так осталось непонятно. Отчего это произошло? Ну, мы только что видим, причислили эти причины. И даже те, кто приходил в храм, может, просто как-то обращался к церкви, как что-то там такого, знаете, я пришел решить свои насущные проблемы. Мне нужен Бог только для того, чтобы Он мне помог в моей какой-то конкретной жизненной ситуации. Проблема закончилась, и до свидания больше я в храм не прихожу. В нашем обществе то же самое. Мы надеялись, что вот мы сейчас обратимся лицом к Богу. Бог, безусловно, нам поможет. И у нас все в жизни изменится по мгновению волшебства. Все чудесным образом станет по-другому. А этого не произошло. И у нас сейчас мы чувствуем разочарование. Так где же Бог? Почему Он нам не помогает? И где же эти чудеса божественные, которые мы столько слышим? Порой и в церкви, и в духовных книгах. Стало еще хуже, чем было. Вроде церковь доступна, а нравственность падает. Мы говорим о христианстве, а пороки увеличиваются. Беззаконие торжествует, беспредел существует. Так зачем тогда было вообще идти в церковь? И сейчас мы видим как бы ностальгию по-прошлому. Возвращается как бы... И понять этих людей можно. Нет стабильности. Давайте хоть ведемся к тем советским устроям, которые у нас с вами были. Вернемся к комсомолу, к пионерии, к какому-то идее патриотизма и прочее, и прочее, и прочее. И вот опять такая вот, как мы говорим, неопределенность сегодняшнего дня невольно приводит нас к аналогии с священным писанием. Ведь если посмотрим Библию, вообще история для чего нам дается. Мы изучаем историю, чтобы не повторять ошибки, которые были, так сказать, в человеческой цивилизации. А библейская история говорит нам религиозную историю. Историю поиска народом Божиим Бога. И говорит о тех ошибках, о тех проблемах, которые были в жизни Ветхозаветной Церкви, Новозаветной Церкви. И если мы говорим, сейчас посмотрим на библейскую историю, то можно вспомнить выход благоизбранного народа из Египта. Ведь некая аналогия с нами, очень-очень похожая. И 70 лет они пробыли в плену у языческого и египетского государства. И этот плен привел к деградации их религиозности, их национального самосознания, деградации человеческой личности, порабощения человека. И вот Бог чудесным образом выводит их из этого плена. И Бог говорит им через Моисея, что я веду вас в ту землю, где вы встретитесь со мной. Та земля обетованная, где Бог и человек встретятся. И вот они идут навстречу к Богу. И путь эти очень сложные. Если мы глянем на карту Святой Земли, то путь от Египта до Палестины очень небольшой. А Моисей водил их 40 лет. Водил кругами. То есть тот период, который нужен был для того, чтобы сформировалось новое поколение. Новое поколение верующих. Новый народ. Тот комплекс раба должен был бы вымереть в сознании людей, идущих в новую землю. Сказано, всякий, делающий грех, есть раб греха. Именно грех мешает нам встретиться с Богом и стать свободными. Но как вырваться из этого рабства? Блуждает человек. Блуждает по путям мира сего, не зная, что Бог так близок к нему. Все время было чувство какое-то предстояние к Господу, что кто-то над Тобою. И в Тебе, и над Тобою. Что Ты в чем-то присутствии. И это всегда было... Где-то острее это чувствовалось, где-то притуплялось, но Ты в этом жил, и, в общем-то, оно Тебя и вело. В детстве это была обычно очень великая радость, ожидание чего-то очень светлого. Вот его предощущение было, и было желание, вот, наконец, совершения этого светлого. Все зависит от Бога, и все от человека зависит тоже. Потому что в этой встрече, наверное, человека с Богом уже нет человека самого по себе, и Бога самого по себе. И ведь они изначально сродны Господь и Человек, потому что были вместе, а были вместе, и вернутся друг к другу обязательно. И в час, когда померкли краски дня, и сумрак молча разлился над миром, свет не вечерний озарил меня. Доколе чадо пребываешь сиром, оставь печаль сиротства своего, унылый лик под маскою смиренный. Дан мир тебе, не отвергай его, жив твой Отец, Господь и Царь Вселенной. 70 лет атеизма, 70 лет атеистического плена, гонения на церковь, которые поработили нас, зомбировали в чем-то, лишили нас человеческого достоинства, лишили нас человеческой свободы, лишили нас человеческой сущности, превратили нас в пешек, в игрушек, в какое-то животное бессловесное стадо, которое безоговорочно идет туда, ему укажут. И вот сейчас мы путешествуем, идем, направляем свой путь, направляем свою жизнь на сторону Бога. И опять-таки, не все у нас получается. И то же самое было у Бога избранного народа. Они идут по земле египетской, по земле, по пустыне, и начинается ропот. Вот, зачем мы вышли из Египта? Пусть там были сложности, но была какая-то определенность. Был очаг, была пища, была работа, была какая-то стабильность. То же самое сегодня слышим мы, да где этот Бог ваш? Мы потеряли ту стабильность, которая у нас была, стало хуже прежнего. Тот же ропот. Все возвращается на круги свои, говорит Премудрый. Все в жизни периодически повторяется. И вот действительно, изучая Библию, изучая библейскую историю, мы находим ответы на наши вопросы. Да, период очень сложный. Перевод Богоискательства очень сложный. И нужно было 40 лет, чтобы изменилось человеческое сознание. Я думаю, что пройдет 40 лет, и не все идеально будет в нашей истории, в нашей жизни повседневной и в тот период. Господь Евангелий нам прямо и ясно говорит, что подвизаетесь войти узкими вратами. То есть путь к Богу, он очень сложный. И тернистый. И построить Царство Божие на земле сегодня, видимо, просто даже нереально. Один из греческих святителей говорит так сегодня, современных, произнес очень интересную фразу. Мы уже не в состоянии построить рай на земле. Наша задача сегодня, христиан, хотя бы не допустить, чтобы наша цивилизация, наш мир превратился в ад. Неужели никто не остановится, не прислушается, не задумается? Неужели ошибки предыдущих поколений так ничему нас и не научили? Гороза на удары будят и будят. Голокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит. Дергает верви страшный звонарь с злобой яростью пьяной. В зареве красном зловонная гарь носится в дымке туманной. В зареве красном зловонная гарь носится в дымке туманной. Громко скликает будящая медь, чернино-кровавая вечер. Рвется на волю в ноги медведь, падая пубарем с печи. Рушатся кровли церквей и палат, падают в парке березы. Эхом звериным далеко звучат вопли, кулы и угрозы. Челядь под крики и звон топоров празднует праздник свободы. С песнями пляшут у ярких костров диких людей хороводы. Льется сивуха, ликует разврат, боги летят с пьедестала. Зычно скликает погромный набат, падали красных шакалов. Шапка упала к ногам звонаря, ждать, мол, осталось немного. Выкинул он из России царя, выкинет, кстати, и бога. Грозно удары гудят и гудят, колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит. Пьяный народ под зловещий накат совесть навеки хоронит. Мы часто сейчас начинаем новую жизнь, но порой не анализируем те ошибки, которые были в нашей истории. А почему возникли проблемы? Почему народ пошел против Бога? Почему народ разрушал собственную церковь? Почему те, которые называли себя православными, богоизбранными, особым народом, вдруг стали народом богоборческим? Стали лидерами атеизма во всем мире. В чем причина идти? Если сейчас мы возрождаем христианскую жизнь, то на каком уровне ее возрождаем? В христианской государственности они повторяли мы те ошибки, которые были в нашей истории. И что делать сегодня? И, пожалуй, единственный ответ на этот вопрос дает нам старец Серафим Саровский. Один из наших преподобных святых, память которого юбилеем мы недавно в столетии праздновали. Он говорит просто так, не ищи виноватых, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мы стараемся себе найти какого-то врага, которого нужно победить, изменить, или уничтожить, или заставить жить по-другому. Но не замечаем, что мой источник зла находится лично во мне и в моей душе. Если я соучастник зла, то зло торжествует. Если есть хотя бы один человек, которому зло не имеет власти, то уже зло не всесильно. И Христос показал нам из Евангелий прекрасный ответ на этот вопрос, что один человек в состоянии перевернуть мироздание. Один человек в состоянии перевернуть силы зла, если он будет поступать по правде, поступать по божественной истине, по закону божественной любви. И вот, видимо, в этом и ответ на все наши вопросы. Прежде вот ты сам человек, посмотри, что в тебе плохого, измени себя, постарайся жить по-другому, то испокайся. Видимо, самое страшное, что почему сегодня мы не видим будущего, потому что у нас нет покаяния. Ведь покаяние – это основа нашей религиозной жизни. Ведь слово «религия» означает связь, связь реальная, связь с человеком и Богом. И этой связи может не быть, если человек не ведет пользу на религиозный образ жизни. И если человек не знает Бога, то это все отражается на его жизни. И слово «покаяние» означает «перемена». Вот мы жили, действительно, жили без Бога. Жили как разумные существа, но больше похожие на животные. Человек разумный, человек безбожный. И вот сейчас мы стараемся вернуться к Богу. Мы каемся. То есть покаяние – перемена нашей жизни. Осознать, что было плохого. И искать свое место в жизни. Как объяснить человеку, что такое покаяние? Вот если у человека, допустим, вдруг он шел, шел и увидел, ага, земля содрогнулась вот около ног и трещина. Оттуда лава, туда, значит, падают люди, автомобили, вот все. Он смотрит землетрясение. И думает, сколько он будет рассуждать уже о том, когда он сам туда упадет. Вот покаяние – это оно начинается, наверное, тогда, когда сердце человека, оно содрогнется, как вот земля, содрогается. В нем какая-то трещина, страшная трещина, роковая какая-то трещина. И человек испытывает ужас. Он понимает, что вот те грехи, которые в нем были, что это не просто вот какие-то вот моральные нарушения каких-то прав, а что это близость вот этой вот страшной трещины, там магма, там лава, он туда может рухнуть, в этот грех свой. За ним последует страшное. И тогда человек кается, он сотрясается сердцем, содрогается умом. В нем это все происходит. Может быть, это является толчком, когда он видит грех не как что-то такое просто нехорошее, а как смерть близкую. Вот. И он страшится этого, потому что грех – это вот та трещина, которая разделила его и Бога. Иногда задают вопрос пожилые люди, вы знаете, а я не был воспитан в церкви, в чем моя вина? А меня не учили родители, меня не учила школа, меня не учило общество. Что вы сейчас от меня требуете? Я вообще ничего, ни в чем не виновен, я жил честно, я прекрасный святой человек, никого не убил, никого не обидел, а вы в чем-то меня хотите обвинить и еще какое-то навязать мне какое-то покаяние. Мне компенсацию нужно платить за те страдания, которые я в своей жизни пережил, а вы вместо компенсации требуете от меня еще какого-то труда, какого-то самоанализа, какой-то переоценки моей жизни. И, конечно, все это очень сложно. И в одночасье такому человеку трудно ответить. Но ведь в каждый человек, мы уже говорили, в нем образ Божий. И раскрыться образу Божию, раскрыться цветку веры мешает эгоизм. Даже благородный эгоизм, когда человек, может быть, никому зло не делает, но он живет все-таки для себя, для самовыражения, пусть и благородного, но это я. И если человек все-таки не постигнул в своей жизни Бога, на нем стоит большая-большая печать вины. Вот этот эгоизм не помог ему раскрыть то внутреннее состояние, которое в нем заложено от его рождения. И неважно, что нас не учили. Если ты не искал, то никакой учитель тебе не откроет. Если ты сам не ищешь Бога, никакой богослов, никакой научный работник, никакое научное учреждение, никакой институт не даст тебе ответ на эти вопросы. На твои вопросы может только ответить Бог. Дух Божий открывает ищущему и вопрошающему, дает о себе знания. И поэтому, если мы прожили жизнь, и неестественные законы мироздания, неестественное Богооткровение нашей жизни, не сверхъестественное то, что мы видим в Откровении Божественном, не положено, ставило отпечатков на нашей душе, в нашей жизни. Если этот образ Божий внутри нас тоже не раскрылся, не был задействован, то, конечно, мы так и остались вне церкви, так и остались неверующими. Конечно, разные условия, и культура, и исторические моменты, они все учитываются Богом. Но все равно это не складывает от нас ответственности за то, что мы в своей жизни с Богом не встретились. Поэтому еще один повторим смысл всех наших религиозных жизней заключается в том, чтобы мы с Богом встретились. Рано или поздно человек задает себе вопрос, что такое смерть. Неужели я стану прахом, исчезну, и вместе со мной исчезнут мои дела и мысли? Значит, не имеет значения, как проводить земное время? Творить добро или зло, любить или ненавидеть, забирать чужое или отдавать свое? Ну, какая разница, если не будет ни награды за добродетель, ни наказания за нечестие? Но это не так. Человек, живущий с верой в Бога, знает, что его душа бессмертна, и земная жизнь всего лишь начало, первый шаг на пути к вечности. И непременно будет суд и воздаяние за все, что мы здесь делаем. Бог есть, и Он праведен. Значит, каждому из нас воздастся по делам Его. Бог есть, и Он праведен. Всякий человек стоит пред Богом всю свою жизнь, хочет он этого или нет. Солнце не спрашивает об отношении к нему, оно озаряет и согревает мир. Но сады, не напоенные водою, сожигаются солнцем. И люди, спрятавшиеся в темный подвал своего неверия, остаются во тьме. Наши мысли часто бывают далеки от мира духовного. Нам хочется иметь все блага сразу и непременно здесь, жизнеземной. Мы проводим свои дни в праздной суете и не находим времени, чтобы обратиться в молитве к Богу. Но Господь всегда ждет нас, ждет трудов нашего покаяния и смирения. И чтобы приблизиться к Нему, нужно очистить свою душу и войти в храм, где всегда пребывает Божественная благодать, соединяющая человека с Творцом. Субтитры создавал DimaTorzok Из Евангелия видим, что действительно вера – это некая духовная сила, которая необъяснима нашим логическим, человеческим языком. Вера – это некий духовный опыт. Духовный опыт, который помогает нам на основании того какого-то интуитивного чувства, которое в душе каждого человека, как образа Божия, и стремящегося к первому образу, как-то искать Бога. И вот уже вера дает нам некое познание о Боге на основании того личного опыта, и опыта церкви, и религиозного опыта, который существует у нас с вами. И цель веры – привести нас к Богу. И первое чувство, которое просыпается у верующего человека – осознание своего присутствия перед Богом и Творцом. Бог – источник жизни, Бог – мой личный Отец и Творец. Я перед Ним предстаю и осознаю свое безбожие. Осознаю свою непохожесть на Бога. Я – чадо Божие, должен быть похож на Бога, как дети похожи на своих родителей. Я призван к Богу уподоблению промыслом Божиим, а я скорее демоноподобный, чем богоподобный. И вот первое чувство – это чувство смирения появляется у верующего. Господи, возглавь тебя, Господи, возглавь тебя, Он милый глазу, Чем отличаются верующие от атеистов? Нет этого эгоцентризма. Как только ты встретился с Богом на основании своего духовного опыта, ты начинаешь смирять себя. Это не пассивность, это не безразличие к жизни, это наоборот, осмысление глубины жизни, ее сущности и своего места, и своего несоответствия тому месту, которому ты предназначен. И сказал пророк, желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. В любом месте, в каждом Доме, в наших семьях бывают раздоры, непонимания, кипят страсти, а Дом Божий чист от всего этого. Сюда можно прийти в любое время и чувствовать себя в полной безопасности, стоять спокойно с миром в душе и в тишине сердца слушать Слово Божие. Здесь Господь открывается людям, и ответ на это откровение – и есть вера. Что для меня вера? Вера – это жизнь. Потому что, когда ты веришь, ты таким образом живешь. Есть, наверное, два состояния у человека – неверующий человек и верующий. У них разное мировоззрение. И это всегда очень четко ощущается. Я вспоминаю просто свою жизнь до того, как стал верующим человеком и теперь. Действительно, это две разные жизни. Хочется молчать и плакать, бесполезно спорить и кричать. Не спасти, не сохранить, не спрятать. Все-таки придется умирать. Чадо ненаглядные, родные, помыслы и чувства и слова. Перед Богом вы нечистые и злые. Вас разбить о камень я должна. О жестокое и страшное виденье. Как же мать поднимет руку на дитя? Ради правды, ради очищения. В жертву приношу саму себя. Для меня приход к вере – это было в первую очередь обретение уверенности в завтрашнем дне. И не только в завтрашнем, а вообще в грядущей моей жизни. Почему? Потому что до прихода к вере меня часто посещали состояния глубочайшего отчаяния, когда я видела зло и несправедливость и жестокость этого мира. Меня это просто до глубины души возмущало и ставило передо мной вопрос. А где же смысл жизни? Пускай это банально звучит. В чем смысл нашего существования? Если мы в муках приходим в этот мир, в муках здесь пребываем. Если царит несправедливость, добрый, справедливый, честный человек попирается, оскорбляется. А тот, кто торит беззаконие, благоденствует. И так далее, и так далее, и так далее. Не говоря уже про остальные страшные вещи, которые есть в нашем мире. И когда я пришла к вере, во-первых, я успокоилась в том плане, что есть хозяин этой жизни. Что после смерти не конец. Что не нужно бояться и пытаться урвать в этой жизни наслаждение или какие-то блага. Потому что там конец. Все. Ешь, пей, веселись, ибо завтра ты умрешь. Это вот такой девиз атеистов. Я поняла, что можно надеяться на радость и на счастье впереди. Что все страдания, они не бессмысленны. Что во всем есть глубочайший смысл и последствия. Я обрела мир душевный. И, пожалуй, это, наверное, самое главное. Ведь Христос говорил, мир мой даю вам. И этот мир, это и есть начатки того Царства Небесного, которое находится внутри нас. Придет день, когда все мы предстанем пред лицом Творца. Как ответим тогда за свои грехи и беззаконие? Обличу тебя, говорит Господь, и представлю пред лицем твоим грехи твоя. И вспомни, такая моя душа, что умолял ее Создатель не грешить, ибо каждый грех несет в себя наказание, что звал ее к себе, указывая путь тернистый, но спасительный. После смирения у человека появляется чувство доверия к Богу. Он смирился и воспринимает волю Божию, как свою волю. В нем появляется послушание. То есть слово послушание – это не раболепие, не раболепская бессловесная и неразумная покорность, как иногда нам, порой мы видим даже в наших общинах, и порой нам делают это в укор, и справедливо. Тут покорность воли Божией в смысле того, что Бог – это любовь. Любовь. Вот эта любовь зажигает и мое сердце. И единение любви с источником любви приводит к тому, что человек принимает путь Божий, как свой путь жизни. Его воля становится волей Христа Спасителя. И вот апостол Павел прекрасно поэтому пишет, что живу не я, но живет во мне Христос. И вот каждый христианин, как носитель имени Христова, он должен каждый свой поступок, каждое свое действие соизмерять с именем Христа. А вот как бы на моем месте, в моей ситуации, поступил бы Христос. Как бы поступил Христос? Если бы мы чаще задавали себе этот вопрос, то наша жизнь складывалась бы по-другому. Бог не требует от нас чего-то тяжелого и трудного, а каждому дает крест по его силам. Путь к небу тесен и полон скорбей, но мы должны мужественно переносить их. Впадаем мы в бедность или болезнь, будем благодарить Бога. Злословят ли нас, гонят, будем благодарить Бога. Страдаем ли мы, терпим лишения, скажем спасибо Господу, ибо Он терпел за нас на кресте. В Гефсиманском саду молился Иисус Христос пред Своими крестными страданиями. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». А трое близких учеников не выдержали и заснули, пока Христос готовился к смерти. Голгофа – это вершина трагического. Здесь Спаситель принес искупительную жертву за грехи всего мира. Сюда стремится христианская душа, чтобы еще и еще раз пережить страдания вместе с Господом. Когда на помосте появился Иисус, над площадью пронесся крик «Распни Его! Распни!» Солдаты сорвались с несчастного одежды и положили на крест. Послышался стук молотков «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят!» Солнце скрылось, чтобы не видеть безумия людей. «Отче, в руки Твои предаю дух мой!» Так Сын Человеческий выпил свою чашу до дна. Мир не дается так просто. Я вот сказала, что я обрела мир. Ну, наверное, я немножко неправду сказала, потому что он не пребывает со мной всегда. Почему? Потому что я несмиренный человек. В те моменты, когда моя гордость, моя самость, мое самомнение поднимает голову во мне, вот тогда я мир теряю. Это страшное состояние. Почему? Потому что внешне мы этого никак не можем проявить. Не всегда мы это проявляем. Мы можем завидовать человеку, мы можем сердиться на человека, ненавидеть его, обижаться на него. Но человеку мы об этом не скажем. Это внутри нас. И это будет нас мучить и раздирать наше сердце на части. И вот это страдание, оно именно от этого не смирение. То есть, если нет смирения, мир уходит. И напротив, мир мой даю вам. То есть, можно сказать, что это опять-таки дар Божий. Когда Господь дарует на какое-то время, пусть даже на мгновение, этот мир душевный, ты начинаешь приближаться к пониманию того, что такое смирение. Это когда я с миром принимаю все то, что Господь дает мне в моей жизни. Я ропщу. Я очень часто ропщу. Я очень часто противлюсь Богу. Я это прекрасно понимаю и часто прошу в этом прощения у Бога. Но это нормально. Не бывает такого, чтобы человек пришел к Богу и сразу стал святым, смиренным, благочестивым. Все мы в борьбе за это. И, может быть, эта борьба будет продолжаться до самой смерти. Прекрасные примеры есть про святых. Когда святой умирает, святой с Исой великий. И говорит, братья, я не знаю, начал ли я вообще смиряться. Кается. То есть это бесконечная перспектива. И мы, может быть, как те маленькие дети, делающие первые шаги. И про себя я могу сказать то же самое. В тот момент, когда тебе кажется, что ты уже что-то умеешь, что-то понял, что-то приобрел, наверное, всемудрый Господь попускает, чтобы случилось нечто, когда ты срываешься, совершаешь, подпадаешь под действие какой-то страсти и понимаешь, да, ничего я еще не умею и не могу. Человека съедают страсть и гордость, самолюбие. В них он находит утешение и смысл жизни. Но все это суета-сует, ибо сказано «Собирайте себе сокровища не на земле, а на небе». Восхищена, взята от легкого пути, что льстит души утехами земными, и никуда не скрыться, не уйти, всегда перед очами Божьими, святыми. Пытаюсь закрывать свои глаза, забыться от тоски невыносимой. Напрасный труд его рука ведет с отцовской властной силой. Вера бывает трех типов. Вера может быть мертвой, вера может быть верой демонов, и вера может быть верой живой и действенной. Что такое мертвая вера? Да, мы умозрительно согласились, что есть Бог, но вера не стала нашей жизнью. Ведь смысл веры это жизнь с Богом, жизнь во Христе, как мы только что сказали. Иоанн Кронштадтский говорит, повторяя слова апостола Павла, моя жизнь во Христе есть, и если моей жизни во Христе нет, то же вера моя мертвая, она не дает плодов. Вера демонов, демоны прекрасно знают, что есть Бог, и апостол Павел пишет, что бесы веры трепещут. Бес боится Бога, но он ненавидит его, и он противостоит Богу, и его вера, она порождает ненависть. И мы с Допклимсом тоже встречаемся в нашей человеческой жизни, в нашем человеческом сознании, и, быть может, единицы ощутили встречу с Богом, и вера в них стала живой и действенной. Вера, которая связана с добрыми делами, а дела дают плоды Святого Духа, любовь и все, что с ней связано. Нет блага, которое не происходило бы от любви. Христианство говорит, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Нам не нужно подвигов, если мы любим друг друга. Это путь, который сам собой ведет к добродетели. Любите, говорит Господь, врагов ваших, и будете подобными Отцу вашему, Который на небесах. Даже есть такое церковное правило, что живи, как бы умирая. Вот ты подумаешь, что сегодня ты встретишься с Богом. Сегодня твой последний день. Как бы ты его прожил? Сколько бы ты гадощи наговорил своим ближним? Сколько бы ты сделал бы дел бессмысленных, ненужных? Как бы ты просто провалялся на диване в праздности, как это обычно у нас происходит? Или последний день своей жизни ты старался бы гореть огнем полноты? Быть может такая жизнь должна быть нашей постоянной? Поэтому живи, как бы умирая. Будь готов к встрече с Богом, готов дать ответ за каждое свое слово, за каждое мгновение и момент своей жизни. И вот в этом действительно проявляется вера живая. Есть в священописании фраза «Вера без дел мертва». То есть я могу сказать, как тот протестант, я уверовал во Христа, все, я спасен. Но это не так. Вот я вспоминала Сысоя Великого, и этот человек всю жизнь провел в трудах покаяния, в добродетельных трудах, стараясь служить ближнему и Богу, и в конце жизни он говорит «Я не знаю, спасен ли я, угодил ли я Богу». И здесь можно сказать так, что если ты уверуешь и не будешь ничего делать, чтобы выполнить заповеди Божии, как Господь говорит «Кто любит меня, кто заповеди мои соблюдет, тот любит меня, кто соблюдает мои заповеди». То есть, если я себя называю христианином, если я говорю «Господи, Господи, помилуй меня» и ничего не делаю, чтобы выполнить его волю, опять-таки, поиск воли Божией, я не христианин. Потому что, опять Господь сказал, многие мне будут говорить «Господи, Господи», но не всякий спасется, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. То есть, без дел, опять-таки, невозможно быть верующим человеком. А что такое дела? Они сводятся к двум основным заповедям. Возлюбив Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя. То есть, если я буду стараться быть христианином в истинном смысле этого слова, я буду стараться выполнять заповеди, данные в Евангелии. Все заповеди Божии являются откровением законов духовных и таким же предупреждением человеку, как и законы материального мира. Обратись ко Господу и не откладывай со дня на день, чтобы не погибнуть тебе, а совершить дела веры. Вера действенная, она и есть вот в этой непрестанной борьбе, преодолении себя. потому что, когда я совершаю дела веры, очень часто я себя заставляю, я совершаю насилие над собой. Но ведь и сказано Господом, что только понуждающий себя, нудящий себя, войдет в Царство Небесное. То есть, здесь неразрывно взаимосвязано. Если человек думает, что он придет в храм, поверит, примет Таинство Крещения, его жизнь станет легкой, радостной, приятной, это заблуждение. Напротив, вступив в Церковь, он становится воином Христовым. Он становится солдатом этой невидимой армии, которая ведет свои брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, которая постоянно нас искушает. И вообще у святых людей есть такое выражение, что наша война против трех стихий. Против самого себя, того закона греха, который живет в нас, против мира, который нас искушает, и против дьявола. И поэтому действенная вера — это борьба. Когда я, совершая добро, и не отвечая злом на зло, борюсь с грехом и злом в этом мире. Когда мы говорим о вере Христовой, о нашем церковлении, то, безусловно, нужно помнить слова апостола, что нужно веровать и разуметь. То есть, действительно, доверие к Богу стоит первоочередной задачей нашей. Доверие в свою веру, в очередь, порождает верность. Но мало веры, нужно еще и знание. Тот опыт, который мы имеем, уже религиозный, он требует какой-то синематизации, опыт церкви, опыт истории духовной, опыт библейской истории, требует анализ и требует разумный подход. И когда мы приходим в церковь, то мы должны всем своим триединным существом, подобно святой Троицей, и духом, и душой, и телом, быть зажженной свечой, действительно быть обращенными к Богу. Ведь религия, мы говорим, вера, подразумевает связь двоих, связь Бога и человека. Человек ищет, Бог отвечает ищущему. Человек взыскует и получает ответ от Бога, стучит и вам откроет. Откровение Иоанна Богослова прекрасно сказано. Все стою и стучу. Христос дан в образе пастыря. Не всемогущего, так сказать, властелина вселенной, а пастырь добрый, который стучит в двери. Стою и стучу. Человек, ты откроешь мне или нет? Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Открой, человек, к тебе стучится Творец. 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 Майн. Продолжение следует...